здравствуйте вам уважаемые зрители и подписчики канала меня зовут никита и мы продолжаем исследовать мир пендера вместе с марком и его дружиной просто серии я чуть совсем не забыл и не потерял деревню которую грабили бандиты да именно госбур обещались крестьянам помочь но блин чуть чуть не забыл вижу видел что не успеваю совсем туда идти и пришлось заодно ускорить и поправить военную реформу пришлось перестраивать наш отряд пришлось даже избавляться от пленников просто для того чтобы наверняка успеть в деревню чтобы уже никак не косячить потому что времени время поджимала при мне было мало для того чтобы успеть все таки давненько мы обещали но тем не менее все удалось успели крестьян спасли теперь можно не волноваться как это на нас на наши отношениях с крестьянами не скажется самое главное задание выполнено что немало конечно же радует да к счастью не накосячили потому что это было бы очень обидно и что собственно произошло выкинули всех лучников всех пехотинцев из отряда избавились от пленников и теперь я решил поступать следующим образом больше не собирать у себя в отряде вообще ни одного пехотинца но за редкими некоторыми исключениями о которых я при случае вам расскажу не набирать не лучников не пехотинцев никакого рода чтобы они нам не замедляли передвижение отряда чтобы могли двигаться с максимальной возможной для кавалеристов в нашем отряде скорости чтобы никто и ничто нас больше никак не сдерживала вы можете заметить что сейчас скорость передвижения очень даже приличная 6 ну не знаю километров в час не километра в общем 6 единиц самое главное что мы теперь можем передвигаться очень быстро и поймать практически ну большую часть каких-либо групп на карте которые двигаются с высокими скоростями разве что в степях шар или вот в степях также джату в лесах джату мы не всех можем поймать там некоторые группы двигаются с скоростью больше чем 6 километров ну 6 единиц в час но тем не менее большинство так авантюристская героиня не замечательно с тобой мы обязательно сводимся так и также несколько передел наш отряд теперь частью составляет конница часть кавалерия которая шла в четвертый отряд и также пришлось отдать еще одному из наших спутников а именно сигизмунду пришлось отдать замечательную коняку а самому купил сам марк купил буквально за две копейки верхового коня с которым конечно особо контакт каши не сваришь но на первое время сейчас сойдет потом как нам либо в битве достанется либо уже волокрай мы доберемся и тогда возьмем нормального коня нолдерского который на котором марк будет гораздо удобнее и уютнее самое главное эффективнее сможет крушить наших врагов стойте у нас еще лучники до остались лучники это собственно говоря наши собственные бояки никто иные как летал диран хотите смотреть даже авантюристки вражеских в интересах вражеских сломали без проблем и благородных авантюристов и герои все легли я забыл дизна что сигизмунда просто перевести из лучников нормальную конницу теперь у него есть копье сингалия у него также двуручник за спиной если он вдруг свалится или у нас будет какая-то пешая атака ну и соответственно древковый щит если понадобится кстати насчет копья то теперь у него помню сингалийская даже шаровская но тем лучше так у нас здесь кто-нибудь подходит да подходит сквайр бродяга замечательный вояка вполне себе годится сквайр бродяга теперь нас чуть больше успешников красного братства не берем уже бандитов кстати бандит незаконно так любопытство ради нет они нам не по идеологическим принципам не подходят не по типу воинов поэтому их набирать не будем ни в коем случае оставляем только тех ребят которые действительно годны присоединиться к нашему отряду так здесь коньяки нету это было ожидаемо ну что ж едем дальше давайте заглянем в пейнсбрюк кстати также надо будет закинуться несколько пищей снабжением которые у нас на исходе не то что на исходе просто немного кстати замечательно здесь еще и турнир даже проходит обязательно в нем поучаствуем хотя по моему не так давно мы в пейнсбрюке уже сражались может быть я просто что-то путаю ну ладно виноград еще берем хлебушек берем яблоки берем капусту берем все это нам сгодится в пищу ну и наверное даже пшеницки также прихватим так ну да здесь лошадок мы в любом случае покупать не будем ни тысячу ни две не потратим на вот в таверну заглянем наоборот брунхильда наемный улан милитайна давайте наверно от услуг их откажемся они конечно очень дорогие но достаточно неплохи но неплохи наверное не более того лучше даже молодых авантюристов из них кого-нибудь толково прокачаем в будущем а сейчас же давайте примем участие на турнире допуская ставки много мы тут не выиграем выиграем от силы тысяч может быть 5 может быть 6 если очень сильно повезет в зависимости от насколько дальнейшие ставки будут сильно уменьшаться но самое главное что чуть-чуть денежек подзаработаем уж точно не уйдем в минус то лучше на будущее себя на устно мотать что в ближайший месяц здесь турнир участвовать не имеет особого смысла денег мы здесь практически уже не будучи дешевле все не умираешь то марку старается не знаю изнемогает а тут уже которые 80 стрела никак его не может поразить паразита ребят у вас между собой чик может быть не не хотите устроить а маг тут уже плоды созревшие возьмет сорвет марка что-то как-то тебе сегодня удача не очень сопутствует может быть надо было с самого начала в голову как-то активнее стрелять тогда бы все получилось правда когда они находятся на ходу в голову конечно стрелять значительно сложнее и и заметьте как-то в этом раунде практически только чуть ли не у одного марка есть лук и стрелы и дротики большинства других преимущественно лицарские турнирные копии а вот нормальных нормальных стрельников стрелков оружия большинства практически нет ну вроде бы все расстрелял марк последнего противника идем следующий раунд да главное не попасть под раздачу на первом приходе это немаловажно как он только что попал то марк вроде прикрылся и защиту поставил все сделал он нет понимаешь куда-то прострелил негодяй ай блин на русский удар бесполезно конечно было выходить дружище нет тебе пора уже падать оружие просекать да и блин пока не у русский удар на 38 кому он нужен ну ладно сейчас мы исправимся марки но куда ты полин ладно доставай свою волшебную дубину и карай нещадно карай ай блин тут стена надо аккуратнее вам интересно конечно герои на турнире очень сильно напрягают но от них никуда не денешься в случае у них здоровья много вот так быстро закончился этот раунд очень удобно рыцарь копья один другого забодал ну и марк тут уже разобрался с оставшимся удобно ничего не скажешь так марк остановись и аккуратно заряди кому-нибудь в репу вот молочи пока не стоят надо этим пользоваться надо их сразу в голову стараться поражать чтобы они не расслабляли давай марк ну что вплотную не может не баб ладно беру в голову вообще попасть не может что с тобой случилось так ну вроде потихоньку исправляется давай ну какая же лучая девица неужели никто урона до сих пор не носил так вообще-то мы тебе можем долго закидывать марк давай не лажай уже ну отлично справился смог таки да я ей как так по моему даже то ли щит только то сочленение попал чего-то там кольчуги чего-то на участниках турнира нависает так марк давай подай ну как сейчас сквозь что ли прошел прошел стрелат марк ну как разве не в голову я поражаюсь поражаюсь вот как так аллилуйя лиллуйя враги сестры наконец-то все сложилось а он тоже блин с турнирным копьем сейчас хотел уже идти на встречных курсах он был для него радость марк б в самый ответственный момент вылетел из турнира и как 94 урона да ладно гоните да и смотрите мы шесть небольшим тысяч поднимаем ну лучше чем ничего но запоминаем что в пейнсбрюк в ближайшее время нам появляться не стоит сейчас же марку действительно важно отправиться в сторону элла края там лежит лежат наши интересы там лежат лежит наша судьба и кстати кстати давайте-ка мы поступим сейчас несколько иначе несколько иначе с частью наших сил за место их кавалерии давайте их лучше выделим как лучников просто будем знать что это никакие не лучники они у нас будут числиться вся слабенькая кавалерия именно в лучниках я их почему отдельно выделяю потому что хочется иметь ударный кулак в качестве наиболее сильной кавалерии и также кавалерию которую можно отправлять например разбираться с более слабым противником чтобы они просто зарабатывали больше опыта нежели их разбивали уже опытные авантюристы герои которым дальше развиваться по сути некуда кстати почему-то у нас благородный всадник шар затерялся среди швали но не швали конечно просто менее опытных попутчиков и выправляем статус-кво почему неудобно их на четвертой кнопке иметь в качестве кавалерии во-первых надо тянуться во вторых строя никакого они не держат и все-таки лучше их держать именно в качестве лучников хотя нам даже надо лучше пехоту их поставить вру лучники пехоту пехота с кавалерией есть похожие построения которые те и другие охотно принимают нежели это делают лучники так пехота тоже пехота будет тоже будет пехота и то же самое так уже все что дороже двадцати шести не качаем пускай они действуют также в рамках нашего ударного кулака хотя это нет можно то что дороже 90 не качать вот этих ребят еще деву всадницу тоже можно в этот список включить вполне себе годятся да так будет правильнее и так мы поступим что ж элакрай ты на свою очередь также не забывай жди со второго по четвертое число проводится там турниры интересно на них поучаствовать насколько я знаю они никак не отличаются от самого обычного турнира там все происходит ровно по тем же самым принципам никаких там иных правил нету никаких иных воинов ну разве что рыцари заката нолдеров воины нолдеров но вообще там участвуют одни лишь эльфы более никого ну и марк конечно тоже примет участие банда джату ребят давайте с ними сразимся смотрите у них есть большое количество пленников есть среди них хорошие пленки которые нам бы очень даже пригодились я думаю что сейчас мы текущими силами сможем с ними расправиться без больших потерь и давайте попробуем почему нет почти что они даже сами любят от марка было бы интересно с ними сразиться посмотрим насколько они хороши так поскольку этот жад так ребята ребята формируем силы за марком движемся сильно не разбирая не разбиваем формат давайте поступаем так сейчас заходим с какого-то одного направления то есть не в центр врубаемся а с какого-либо края именно с правого края с нашей страны если смотреть и слева край противники если опять же смотреть с его стороны так первый удар кавалерия вторые уже идут более слабые наши силы хотя они практически одновременно ворвутся там стан противник отличный выстрел были бросок в голову правда в голову все-таки коня и смотрите впервые столкновения на конях настолько крупная много так много кавалеристов что даже у меня начинаются подтормаживания и наверное надо будет что-то с этим делать наверное придется ограничить несколько количество участников в битве хотя я не думаю что у нас будет прям это так часто происходить все таки большинство бит выглядит несколько иначе в каждой битве мы бьемся такой бодрой группы джату хотя бывает их армии все-таки и поболее нежели это так мак давай уже на носику урон хватит тебе сачковать время пришло как говорится да на тебе дружище дай их поболи бы ну ладно наши ребята тоже неплохи и вроде бы лага не отпустила больше тормозов нету это значит что все просто замечательно кстати наши потери ноль ноль убитыми ноль ураненными ребята разносят просто в пух и прах целую армию джату вот что значит одни кавалеристы которым более никто не мешает никто под руку не лезет никаких пехотинцев никаких лучников нету это просто великолепно ее всадница готова стать первой авантюристкой что ж давайте так и сделаем так только ее надо чуточку все-таки пониже вот так вот будет авантюристка два авантюриста героя великолепно просто великолепно кто у нас готов присоединиться наемник копья ворона наемник ну давай посмотрим хорош что в битве нет посмотрим по крайней мере формально ты требуешь немалых средств как магнус еретиков вроде бы должен быть неплохо хотя вот этот клевец за твоим поясом меня не очень признаться радует ладно северный Скваер бродяга берем 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 молодой северный Скваер берем есть у нас такие молодой северный авантюрист берем нету будет девовсадница конечно дополняем отряд христианка 2 конечно бронированный лучник с орлиона нет скваер с орлиона Да, конечно, у нас сразу будет из них 5 рыцарей потенциально может выйти. Я думаю, хотя бы у 4 из 5 это точно получится. Кто еще? По-моему, это все, кто мог нам пригодиться. Больше таких не найдется. Также берем в плен налетчика, улана, джату, лесных, ну и всех остальных ребят также с собой берем на продажу. Как видим, только ближайшего работорговца, всех их продаем, то есть не стараемся их накапливать по большому количеству, просто продаем при первой же возможности. Так, тут жалко, чахлый имперский гунтер, будь он вполне себе не чахлый, можно было бы его марку отдать, а так, конечно, от него толка не будет. Кстати, возьмем на всякий случай копье части джату, сейчас проверим. Сигизмунд, у него такое копье? Да, у него даже отличное копье. Ну все, тогда нечего сомневаться. Можно не беспокоиться, что у него именно то, что нам было нужно. И самое главное, сейчас получаем большое количество опыта. Тоже здорово. Сучный сквайр, рыцарь-бродяга, валькирия у нас, молодой западный сквайр, вентюрист. И авантюрист герой. Да, так гораздо приятнее, гораздо быстрее качаются наши кавалеристы. Одно лишь удовольствие иметь с такими дела. Ну и продолжаем движение в намеченном направлении. Ух ты, это армия джату. Да, против нее у нас, я думаю, были бы большие проблемы, но так... Так, я думаю, ничего страшного. Вентюрист готов и качается. Еще один у нас уже 44 авантюриста и 23 авантюриста героя. Это только лиха беда начала. Я думаю, дальше будет у нас все гораздо более грозная дружина. И воспротивиться нам смогут лишь немногие. Сейчас же мы прибываем в Алакрай. Сейчас лишь ноябрь, первое число, рассвет. Давайте догоним и сразим эту группу. Потом потренируемся некоторое время. И уже тогда в следующей серии, я думаю, мы поучаствуем на турнире. Да, дружище, удача твоя кончилась. И сейчас бросаем только... Бросаем только тех, кто у нас числятся в качестве пехоты. То есть наиболее молоптных наших вояк. Но, соответственно, ударный наш кулак оставляем на месте. Никуда их не дергаем. Кстати, также можно спутников наших, в принципе, всех определить. Вот этот неударный кулак. Почему бы нет? Я думаю, они бы очень даже сгодились в таком качестве. Ну и марка сейчас здесь не будем задействовать. Пускай ребята сами справляются, как хотят, как умеют. Я думаю, мы там более чем под силу. Пускай они, конечно, не на самых бронированных лошадях, всего лишь на кунтерах. Но здесь им не противостоят хоть сколько-то опасные враги. Можно не беспокоиться за их жизнь и здоровье. Конечно, уже вторая, где усадница была оглушена, но не смертельно. Забодают они там и рыцаря-бродягу. Никуда он от них не денется. Просто наблюдаем за успехами наших молодцов. Он, блин, может срубить еще одного-двух. По крайней мере, ранить, а может и убить. Давайте-ка здесь поучаствуем, на всякий случай побережем наших ребят. Все-таки здесь все вояки слабее его. Попасть не может никто, и это, конечно, не радует. Пока что не удалось его и как-то окружить. Взять в плотное кольцо, чтобы у него не было возможности никуда деться. И вот, видите, опять еще один сквайр-бродяга. Был выведен из строя. Ух ты, смотрите, да у него... Эльфийский, это, нулорский лук. Эльфийский, да, как угодно. Да, надо было обязательно его срубать. Все-таки опасный парень, как ни крути. Это было, наверное, правильное решение, как мне кажется. Текс. Ну, тогда просто чешем дальше. С преступниками у нас, конечно же, ухудшается отношение. Какой ужас, какой ужас, как же мы будем жить дальше. И давайте поговорим с Виндетхиэль. Ух, симпатичная мадь-муазель. Жалко, нельзя прям с ней потренироваться. Но я думаю, мы здесь потренируемся и иным способом. С ее вояками даже. С ней было, конечно, приятно. Приятнее гораздо. Если вы понимаете, о чем я. Приходится с этими, эх... Вояками, блин. Бедокурить. Им, я думаю, это не очень... Ой, ты смотрите-ка, вплотную сумел, негодник, сумел. За это мы тебя запинаем ногами. Марк будет просто беспощаден. Он будет тебя карать нещадно. Ты смотрите, еще-ка отбивается, еще-ка бенивается. Подлец. Сейчас Марк тебя... Как бы сказал карстам. Карстам. По яйцам. Нет, как-то он по-другому говорил. Но, в общем, часто он употребляет слово. Я сейчас по яйцам дам. Что-то на вроде того. Запинал Марк. Давайте немножко потренируемся. Потренируем владение двуручным мечом. Потренируем владение луком и арбалетами. Ну, арбалетами. Арбалетами. И тогда уже после этого закончим серию. Мы на турнире будем участвовать в следующий раз. Кстати, интересно, что нам в качестве награды дадут. Поскольку, не помню, говорил об этом, нет. Волокраи дают не только деньги за участие в турнире, кое проходят раз в месяц. Но еще и награду достаточно рандомную. Может быть какая-то бронь, может быть оружие. И самое главное, что может быть камень Коалис. Кои нам важны, нужны и без них никак. Так, ну, по крайней мере, если мы хотим какое-то замечательное оружие, великолепные вещи, рыцарские ордена какие-то интересные создавать, то нам, конечно же, камни эти понадобятся. Никуда мы от этого не денемся. От этого никуда не денется Марк. Так, давайте-ка примем мечника отдельно. Ой, ты, зараза, дотянулся. Смотрите-ка. А, на арбалетчик выйдем уже, когда он будет один-одинех. Кстати, странно, почему ему все-таки не дают ни меча, лучникам также, по-моему, не дают ничего. Хотя у метателей ножей есть клинки короткие, ну, те же самые ножики. Для того, чтобы они могли отбиваться в ближнем бою. Да куда ты, куда ты тут своей палочкой размахался, ишь, негодник. Приятно, что еще здесь тренировки проходят не просто так, как на тренировочной арене, помимо того, что у нас Виндитхель нам качает способности владения тем или иным оружием, но еще и время одновременно с этим течет, а значит, что мы можем приятно весь время приводить, при этом, что оно для нас никоим образом не останавливается, какие-то события происходят. Ну, с одной стороны, конечно, это можно считать в каких-то конкретных ситуациях минусом, но не так уж нам часто придется здесь участвовать на тренировках. Я думаю, мы большому счету сейчас в этой серии и между сериями я дотренирую навык до приемлемого значения, пока не будет опыт нам приходить по не по двума, а по одной единице за владение, за тренировки с тем или иным оружием, и, в общем-то, нам больше услуги Виндитхель не понадобится, хотя, конечно, хотелось бы, хотелось бы, повторюсь, с ней поучаствовать как-то иначе, нежели вот против ее в бояк тут биться. Кстати, интересно было бы такой посыл разработчикам, чтобы они предоставили возможность персонажам, которых мы здесь создаем, создавать брачные союзы не только с местными людьми, но также и с эльфами, будь то, ну, то есть имел... была бы возможность взять в супруги, если вы играете за мужского персонажа, или в... Блин, я коряво сказал, ну, соответственно, в жены, если вы играете за мужского персонажа, и в мужья, если вы играете за женского персонажа, кого-то из эльфиек, то есть была бы такая возможность, были бы какие-то здесь девы, некоторый набор, там, 3-4 девы, которых нужно было, опять бы, также покорять, или, возможно, какой-то иной нужен был бы подход к ним, нежели к обычным девицам нужно было бы выполнить задание, у каждой там было бы свое задание, у каждой был бы, допустим, Там из трех-четырех девиц свой характер. Каждый хотел бы чего-то своего. И, конечно же, можно было также как потерпеть неудачу, так и добиться успеха в отношениях с той или иной девицей. Это было бы, как минимум, интересно и такое любопытное дополнение к отношениям в пендере. Почему нет? Почему бы так не сделать? Мне кажется, это было достаточно справедливо. Хотя, конечно, мы понимаем, что Нолдеры достаточно скрытно себя ведут. Но раз Марку одному из крайне немногих людей дали доступ к замку, почему бы не сделать и такое исключение? Почему бы ему не дать такую возможность? Ну, допустим, когда отношения у него с Нолдерами, представим себе, будут не там 20, а, к примеру, 50 единиц, пускай это там напряжно, но тем не менее. Почему бы не для тех, кто действительно этого хочет? Кому интересно. Возможность была бы крайне любопытная. Так, все еще две единицы. Давайте сейчас дободаемся двуручникам, как у нас только будет по одной единице приходить. Сразу же на этом закончим серию, а тогда уже между ними я добьюсь того, чтобы и луками, и арбалетами Марк сумел бы так же эффективно работать, орудовать, да как угодно. Ну, что на серое скажешь? Виндет, виндет. Да, одна единица, все. Двручником Марк уже научился махать как следует. И на этом заканчиваем, друзья, серию, тогда в следующем мы уже поучаствуем полноценно на турнире. Я думаю, он нас не разочарует. Большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам интересно это прохождение. Для вас играл и комментировал Никита. Увидимся. Счастливо.